Из Новосибирска в зону СВО отправят грузовики с почти нулевым пробегом. Автомобили простояли в ангаре десятки лет. Зилы и Кразы после небольшого ремонта преодолеют более 4000 километров. Какие детали потребовалось заменить и когда ценный груз отправится к нашим бойцам, знает Дмитрий Белькевич. Перед отправкой на фронт батюшка освещает грузовики. Простоявшие 30 лет в консервации машины в течение двух дней отправятся на фронт своим ходом. Впереди долгая дорога, больше 4000 километров. Самый сложный участок – Уральские горы. Время в пути составит около 10 дней. Все из-за скорости. Максимально большие грузы разгонятся до 60 километров в час. Сегодня мы отправляем два Зила, одну машину Краз. И здесь, конечно же, огромное спасибо всем, кто участвует. Это компания РЖД передала технику, которая находилась в консервации нашему замечательному фонду «Своих не бросаем». Мы подключились с нашими волонтерами и с нашими единомышленниками, чтобы эту технику привести в полный порядок, заменить устаревшие детали. Машины прямиком из ангара, где они стояли без дела много лет. Родной пробег не больше сотни. Сказалось время. Из-за долгого простоя потрескались некоторые элементы, начиная от уплотнительной резинки лобового стекла, заканчивая патрубками под капотом. Два Зила уже готовы к дальнейшей поездке. В Кразе осталось поменять шланги. Видите, они все потресканные. И они рванутся ответственно в любой момент. А этот момент будет, как всегда, самый-самый неудачный. Автор проекта «УАЗ на Донбасс» Сергей Шилов поедет по маршрут уже в восьмой раз. Но за рулем таких машин впервые. До этого в зону специальной военной операции отправлял УАЗики и другую гуманитарную помощь. Когда узнал о находке, не поверил ушам. Когда увидел грузовики, не поверил глазам. Хотел отправить поездом, но цена перевозки в три раза выше, чем своим ходом. На самом деле я очень счастлив, что сегодня приехал батюшка и осветил наши машины, потому что божья помощь нам нужна будет как никогда. Потому что машины, я еще раз повторю, они новые. Да, но старые. То есть мы понимаем, что они без пробега. Будем надеяться, что Бог за нами следит, что машины идут на благое дело и он нам поможет. Расходы на дорогу покроет депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Аксененко. В рамках проекта «УАЗ на Донбасс» летом на фронт уже отправляли несколько бронированных УАЗиков. Теперь в ход идут грузовики. Дмитрий Белькевич, Иван Деревянченко, Валерий Павлов. Новость УТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова